Эти дома по Ленинскому проспекту построены позже, той злополучной Сталинки на социалистическом 130. Но, как пояснили в пресс-службе ЖУ-40, они также относятся к проблемным. Даже на первый взгляд видно, что плиты облицовки здесь отваливались уже не раз. Именно фасады этих трех домов номер 151, 153 и 155 планируются, как и заверили в ЖУ, обследовать на аварийность в первую очередь. Это произойдет после заключения договора со специализированной компанией, скорее всего, на следующей неделе. Между тем, сама управляющая компания сейчас находится в поле зрения правоохранительных органов. По данному факту, по данному инциденту, который 10 мая произошел, в настоящее время уже расследуется уголовное дело. По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса. Вчера у нас поступило обращение Комитета жилищно-коммунального хозяйства. Они просят проверить деятельность управляющей организации в части исполнения обязанностей по содержанию общего имущества дома. Тему аварийных домов подняли на этой неделе и на традиционном медиалоге с участием губернатора края Александра Карлина. Он заверил, что ответственность за подобное, без всякого сомнения, лежит на управляющей компании. Следить за порядком и безопасностью жителей – их прямая обязанность. Более того, инцидент подвиг власть внести изменения в действующую программу капитального ремонта многоквартирных домов. Мы будем корректировать программу на 2016 год с точки зрения включения в эту программу дополнительных еще домов против тех, которые были включены на первом этапе. В ЖЭО номер 40 заявили, что дома, проверка которых намечена на следующую неделю, напрямую с инцидентом на социалистическом 130 не связаны. Эти меры были запланированы намного раньше. Между тем, в других управляющих компаниях города нас заверили, что после трагедии усилили и без того плановые проверки фасадов. Тем более, проблема возможных обрушений, особенно для старого фонда, была и остается актуальной. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город».